Белоярский вновь принимает масштабные спортивные соревнования. Вчера во дворце спорта состоялось торжественное открытие спартакиады Юрэск. 14 команд и порядка 300 участников примут участие в спортивных соревнованиях. От имени главы Белоярского района спортсменов и болельщиков поприветствовала заместитель главы территории по социальным вопросам Наталья Сокол. Белоярский район, вы заметили, находится очень далеко, но он является точкой притяжения для многих спортсменов, и эта площадка принимает и чемпионаты России, и чемпионат мира среди нефтедобывающих стран, и очень много других региональных мероприятий. И это не случайно, потому что мы очень любим спортсменов, мы очень гостеприимны и всегда рады, когда люди находят силы, средства, возможности до нас добраться. На торжественной церемонии открытия Михаил Козлов, генеральный директор Югорской региональной электросетевой компании, отметил, что Белоярский выбор не случайно. Здесь прекрасные спортивные площадки для проведения соревнований. Очень много людей не было в городе Белоярске, все-таки хотели показать, что город довольно красивый и замечательный, чтобы все-таки люди на территории Белоярского района, имеются люди, которые работают в наших компаниях, познакомились, чтобы они тоже и общались, и то, чтобы Белоярск способствует, в принципе, этому, поскольку он действительно город такой очень красивый, симпатичный и располагает к общению и, скажем, объединению наших людей, наших сотрудников, нашей компании. Соревнованием был дан старт, прозвучал гимн Российской Федерации, поднят флаг спартакиады. Сразу после открытия на спортивное поле вышли футболисты. Согласно проведенной жеребьевке, команды были поделены на четыре подгруппы. В каждой спортсмены должны были сыграть по три игры. Первая игра и первые голы. До последней минуты игра команд Юреск-Пытьях и Юреск-Кода держала напряжение не только игроков обеих команд, но и болельщиков. В итоге встреча завершилась в пользу команды из Пытьяха. В футбол вообще с самого раннего детства играю уже всю жизнь, можно сказать. Работаю в ОДС, электромонтером. И вызвали на соревнования. Пригодили с детства, на навыки с детства, так скажем. Выкрали сегодня первую игру 2-1. Тяжело было, но вновь кутрине выпили, давить. Первым таймом забили, как бы, два гола. Потом старались по возможности. Все получилось, как бы, два один выиграли. Доволен. Настрой боевой. С не меньшим настроем вышли на помосты спортсмены гиревого спорта. Проверить свои силы в поднятии тяжести и толкнуть гири смогли 14 гиревиков. Отличный результат показал спортсмен команды Юреск Андрей Денисенко из Ханты-Мансийска, который при собственном весе 86 килограмм толкнул две гири по 24 килограмма 70 раз и стал лучшим. Андрей работает электромонтером оперативно-выездной бригады, а все свободное время проводит в спортзале. В гиревом спорте участвовал впервые. Решили долго не думать, поставили меня, потому что как-то более-менее свободное время занимаюсь в зале. И поэтому конкретно гирями не занимался никогда. Примерно месяца полтора вот так постоял. Просто чтобы хоть понять, как бы. Вот как-то так сложилось. Какие виды волейкаетесь? Сейчас в основном волейбол и плавание. Это традиционно, я участвую уже в третьей олимпиаде. Кстати, Андрей показал лучший результат и в плавании. 50-метровую дистанцию вольным стилем проплыл менее чем за 30 секунд. Ведомственная спартакеада Югорской региональной электросетевой компании проходит на нескольких площадках. Во дворце спорта, плавательном бассейне «Дельфин» и спортивном зале «Олимп». Спортивные испытания завершатся завтра, 2 марта. И уже в 11.30 во дворце спорта состоится церемония награждения победителей и закрытия спартакеады. Кирилл Таджиева, Петр Михалап, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова